Привет! Это Маша и кот. Он немножко не рад. Поздравляю с Новым Годом! Желаю здоровья и успехов! Ну беги! Сегодня сделаю макияж, который на мне. Расскажу о себе и о Якутии, как меня просили. Отвечу на вопросы, которые оставили под видео про корпоратив. Так что давайте приступать! Еще раз всем привет! Я думаю, что я выложу это видео 31-го числа. Надеюсь, вы сейчас режете новогодние салаты или, возможно, просто краситесь изобилия. Не буду ничего готовить на Новый Год. Я куплю икры и красные рыбы, сделаю какую-нибудь нарезочку. Ну и не знаю, что еще. Фруктов. Рафаэлки уже купила. Подготовилась. В принципе, все. Ну, приготовлю что-то обычное. В смысле, просто поесть. Не знаю, жаркое какое-нибудь. Салаты я рыбить не буду. У меня там первого будут гости. Ну, немного. В общем, как-нибудь раздроюсь без готовки. Пока план такой. И, скорее всего, Новый Год я буду праздновать в пижаме за просмотром какого-нибудь сериала или фильма. Я хотела рассказать в этом видео о себе. Меня попросили. Еще я спрашивала у вас вопросы. А, кстати, я собиралась когда-нибудь на корпоратив. Я пошла туда в якутском национальном наряде и такая, мне должны подарить подарок за лучший наряд. И мне подарили, наконец-то, когда было вручение непосредственно на корпоративе, я где-то ползала по локации с мастер-классами. Делала себе свечки. И вот, наконец, мне вчера передали на работе в офисе. Такой смешной мешочек с кроликом. В общем, там диодная свечка находится внутри. Здесь смешной кролик. Я надеюсь, вам видно. Сюда внизу я уже вставила батарейки. И оно вот так вот горит. Ну, таким теплым светом. Мне кажется, что свет отстолька перебивает. В общем, это правда свеча из парафина. Но внутри у нее батарейки и диоды. И вот она таким теплым мягким светом горит. Награда. Нашла своего героя. Я довольна. Ну, начну, наверное, рассказывать о себе. Какую-то сперва общую информацию. Меня зовут Маша. Наверное, вы уже это запомнили. Я повторяю это каждое видео. Я не знаю, мне кажется, это хорошо или плохо, вот этот якорь. Знаете, у многих блогеров есть какое-то особое приветствие вначале. Наверное, это хорошо. В смысле, наверное, это работает. Ну, зачем они все это делают? У меня якорь. Меня зовут Маша. Может, стоит что-то получше придумать. Я у себя в описании к каналу написала, что это каналы косметики с юмором. Может быть, мне стоит так представляться? Ну, ладно, я паду. С другой стороны, иногда юмора нет никакого. Про должный рассказ о себе я опять перепрыгнула куда-то. Мыслью по древу растеклась не туда. Меня зовут Маша. Ладно, я опять не проснулась и что-то не то лопачу. Мне сейчас 34 года. Я 88-го года рождения. Вдруг вы смотрите это видео из далекого будущего, которым я стала великим блогером. Ладно, я шучу. Я на самом деле не ставлю себе никаких целей по этому каналу. Это просто для меня какое-то, ну, очередное хобби. Мне нравится общаться косметики с людьми. И я вот получаю то, что я хочу. И я в целом довольна процессом. Я родилась в Якутии. Там росла. В Якутске непосредственно. До 17 лет я жила там. Потом я уехала, вступила в Москву. Училась в МГТУ имени Баумана. Моя специальность была нетрадиционной возобновляемой источникой энергии. Но по большей части мы изучали газотурбины. Но институт я не закончила. Я бросила его на четвертом курсе. Я как-то разочаровалась в своем выборе. Ну, сейчас с высоты прожитых лет. Ну, понимая, что мне надо было поступать на МИХМАТ какую-нибудь, какую-нибудь математическую статистику. И вот это все инженерное дело оставить мужикам. Не мое. Вообще. Ну, просто мне не нравится. Ну, мне просто не нравилось, да. Там проучилась я до четвертого курса. И на четвертом курсе перестала ходить в институт. И меня, соответственно, отчислили. Вот. Сейчас я живу в Санкт-Петербурге. В Москве я прожила, получается, 13 лет. Сперва работала на разных работах. В строительстве, в риэлторском агентстве. Ну, мне это все как-то не нравилось. Было так. Ну, работа и работа. Работать все равно надо было. Где-то. Вот. И 10 лет назад я была жутким затротом онлайн-игр. Я просто там могла 20 часов играть, поспать, пойти на работу, прийти обратно, еще 20 часов поиграть. Ну, как бы, у меня был там сменный график 2-2. Я работала по ночам первое время. Работа по ночам убивает здоровье. Не советую никому. Вот. И когда вот я так задротила, я через какое-то время хорошо изучила игру. Стала читать американские форумы по этой игре. Ну, у них отдельный сервер был. Они отдельно от нас играли. Стала читать еще корейский форум. Ну, с переводчиком. Вот. И стала модератором на нашем русском форуме этой игры. Стала писать гайды. Вот. Ну, часть гайдов я переводила с английского. Часть гайдов я писала сама. Вот. И модерировала форум, модерировала соцсети. Ну, просто отвечала на вопросы, если кто-то задавал. Там какое-то какие-то оскорбления удаляла. Ну, вот в таком духе. Вот. И подружилась еще с администраторами. Ходила на сходки. Вот. И я... Ну, это была как бы волонтерская деятельность. То есть я не получала денег настоящих за это. А я... Мне платили игровой валютой. Вот. Ну, потом мне играть надоело. Я продала персонажей за 40 тысяч рублей после того, как выиграла какой-то там турнир. У меня было много там ценных предметов на аккаунте, прокачанный сет. Ну, в общем, 40 тысяч, в принципе, для 2014 года было нормально. Почти там больше тысячи долларов, да. Это еще, мне кажется, было до того, как... Доллар. Когда еще доллар был по 30. Но я могу путать. Я тот период уже плохо помню. Бросила я играть. Да, продала персов. И решила, что вот я хочу так работать. Я хочу работать в разработке игр. Я же вот делаю вот это там. Там какие-то новости. Гайды пишу. Там страницы оформляю разные. И... Почему бы мне не делать это за деньги? И вот я стала искать работу в геймдеве. И первые работы я нашла в удаленке, в браузерной игре. И проработала там с 2014 года по 2019, получается. Пять лет. Сперва работала полтора года, наверное, на удаленке. Потом они меня позвали в офис. Я вышла уже на фуллтайм туда. И вот так вот проработала в геймдеве. Потом... Ну, в компании был сложный период. Были сокращения. Меня тоже сократили. И мне предложили работу в Питере. Ну, вернее, я искала работу. И предложили мне работу в Питере. Я переехала в 2019 году в Санкт-Петербург. Так до сих пор тут и живу. Работа у меня тоже связана с играми. Я руководитель группы по работе с пользователями. Я так и, в общем, общаюсь с пользователями. Получается, с 2014 года в основном я с пользователями работаю. Мне моя работа нравится. Я люблю игры. У меня дома три консоли. И сейчас я мало играю, потому что это все-таки очень много времени требует. Но иногда нет-нет, да что-нибудь играю. Не знаю, я в год прохожу, наверное, 2-3 сингл-плеер игры. Онлайн уже не играю. Был еще период, когда я в Доту много играла. Я ходила. У меня подруга работала в Эпицентре. И я ходила на Эпицентр в Газпром-арене. А, в ВТБ-арене. В Москве. Она мне сделала проходку. И я ходила смотреть Интернешнл или что мы там смотрели. Мне очень повезло с работой. У меня классная команда. Ну, наша команда в целом подразделения. Я имею в виду не моя команда поддержки пользователей. А вообще продуктовая команда. У меня классный руководитель. Очень такой эмпатичный. У нас сходятся взгляды. Это гораздо проще работать, когда ты с твоим начальником согласен во многих местах. Или твой начальник с тобой согласен. Потому что у меня был разный опыт взаимодействия. Например, на одном из прошлых проектов у меня продюсер. Он считал, что всех нужно банить. Там шаг лево, шаг право. Просто всех баним. Без разбора. Вот. Ну, и я была против. Но, ну, это на усмотрение продюсера часто все происходит. Была молода, не могла нормально спорить, наверное, как-то аргументированно. Ну, вот. Сейчас у меня нет таких проблем. Ну, на работе... Ну, у нас хорошая компания. Просто много разных бенефитов, знаете, там, от ДМС до всего прочего. Но, по большому счету, про работу я много рассказывать не могу. Потому что меня связывает НДА. Там, Non Disclosure Agreement. Я, в общем, несу юридическую ответственность за это. Поэтому комментировать не могу. Но на работе все хорошо. Люблю прям свою работу. Мне повезло делать то, что у меня получается. То, что мне нравится. Нормальную оплату труда при этом получать. И работодатель нас ценит. Это прям приятно. Что еще? Как я пришла... А, мне, кстати, Юля вопросы задавала. Пойду по вопросам. Юля задавала мне вопрос. Как пришла к блогерству и почему решила начать? Было ли страшно? Или просто скопилось много палеток и захотелось новое хобби? Или, может, почему-то еще? Когда-то, лет 10 назад, у меня был блог в ЖЖ. И мне само блогерство, как факт, в принципе, нравилось. У меня было где-то 800 подписчиков, наверное. Я писала про свою студенческую жизнь. Косметики там не было. Ну, у меня тогда и косметики было, не знаю, ну, мало. Ну, хотя косметикой я интересовалась. Просто мне не приходило в голову, а не писать. Ну, мне просто нравилось вот это онлайн-общение. Какой-то комментарий. Я, в принципе, с некоторыми людьми до сих пор общаюсь. С кем мы познакомились тогда в ЖЖ. Ну, как общаюсь? Мы так знакомые, скажем так. Не могу сказать, что прям в дружбу пришло. Ну, хорошее знакомство. А потом ЖЖ постепенно стал загиваться. И некоторые мои френды ушли на YouTube в 2000-е... Там, не помню, в 2011 году. Я подумала, может быть, мне тоже стоит завести канал. Я прям серьезно это обмывала. Зарегистрировалась на YouTube. У меня очень старая учетка. Если посмотреть дату регистрации, там какой-то там 10-й или 11-й год. Но это сейчас есть iPhone. Нужно снимать на него. Тогда надо было камеру купить с iPhone'ами. iPhone'ы уже были, но это, в общем... Они не так хорошо снимали. И это, в общем, все было сложно тогда, мне кажется. Ну, как-то желание мое так тогда ни на что и не переросло. Потом, в какой-то период, в году в 2014-м, я стала много смотреть бьюти. Контента на YouTube. В первую очередь, Лену Крыгину, Ковку, Декет. Кого еще? Никит Туториалс. Ну, в общем, кто тогда гремел, всех я смотрела. Я такая, блин, можно про косметику уже снимать. И я тогда купила первую палетку Urban Decay Naked 2. После просмотра нескольких обзоров и заказывала, по-моему, на Feel Unique или на Look Fantastic. На одном из двух этих сайтов. Не могу вспомнить. Еще хотела тогда заказать себе парфюм. Но парфюм они убрали из заказа, потому что он запрещен в перевозке. А у меня не было еще опыта покупки онлайн чего-то. И я даже не знала, что так будет. И еще расческу Tangle Teaser я тогда купила. Я, в принципе, и до сих пор пользуюсь этой расческой Tangle Teaser. Хотя ее надо сменить уже, пора. Tangle Teaser мне тоже выложили из моей корзины. И вернули за него деньги. Я так возмущалась, но потом просто купила в Москве где-то. В другом магазине. И, ну, когда я смотрела YouTube, я не думала сама сделать свой канал. Как бы косметикой я интересовалась. Ну, так, что-то смотрела. Куда наносить хайлайтер? Мажем хайлайтер на лицо, не мажем на попу. Ну, в таком духе. Хотя хайлайтеров, кстати, я долго избегала. Почему-то мне не нравилось. Ну, вернее, я их не покупала и не пользовалась. А примерно три года назад я стала прям увлекаться палетками теней. Стала много их покупать. Стала смотреть обзоры, новости YouTube. Ну, в смысле, beauty industry. И так конкретно на это дело подсела. И примерно год назад я купила много своих инди-брендов. Как раз я сейчас выложила топ инди-брендов. Предыдущее видео на моем канале. Я купила Adept Cosmetics, Kleon, Danessu Myricks. У меня было несколько гробиков Пэтмоград уже. Штуки три, наверное, уже было в том моменте. Вот. И я такая, я хочу это с кем-то обсудить. С кем-то хочу это обсудить. Ну, не с кем обсудить. Потому что в моем главном окружении никто косметикой не увлекается. Вот. И я думала, может сделать YouTube-канал, может сделать. Как бы прикольно. Но в какое-то вот осознанное действие это перешло к августу. Я решила, что я попробую. Но я себя сразу ограничила. Потому что я очень увлекающаяся женщина. И могу сразу много денег потратить на что-нибудь. Вот. У меня на заднем плане стоят книги по каллиграфии и по вязанию. Я покупала какие-то обучающие курсы. У меня есть перодержатель для каллиграфии. В общем. А по вязанию я недавно раздала 20 килограмм пряжи. Я просто, чтобы не повторить этот опыт, сказала, что я ничего. Его отдельно для блогинга не покупаю. Косметикой я увлекаюсь так-так. Ну, как бы я все равно покупаю себе палетки. И это не связано с блогерством. А вот то, что именно для блога, я купила только штатив. И все. Ну, просто штатив нужно было, чтобы снимать. Свет я решила использовать от косметического стола. Не покупать отдельный. И вместо камеры использовать айфон. Если мое увлечение блогингом перерастет в что-то более серьезное, то я, конечно, куплю себе видеосвет. И, возможно, даже камеру когда-нибудь возьму. Но в раздумьях. То есть сложно выбрать. Говно покупать не хочется, с одной стороны. Потому что я знаю, что купишь плохое, а потом будешь жалеть, что потратил деньги зря на вот это плохое. Оно все равно не принесет какого-то удовольствия. Хорошее покупать дорого просто. Конечно, это можно все продать, но я не люблю на вторичке что-то продавать. В общем, я такая привереда в этом вопросе. Не люблю. Так. Сейчас я буду рисовать себе подложку карандашом. Очень редко это делаю. У меня нависшая века, и вот века нависает аж вот до сих пор. То есть глаз заканчивается вот здесь, а складка заканчивается здесь. Часто вот тушевку нужно совмещать вот по линии нижнего века, продляя ее вот сюда. Но у меня здесь еще складка. Поэтому я себе тушевку беру вот по этой линии, как бы продляя ее вот так, и она такая горизонтальная немножко выходит. Я не знаю, я что-то понятное объяснила или что-то непонятное объяснила. Еще у меня, я увлекаюсь немного игрой на музыкальных инструментах, у меня четыре укулеле стоят в том углу. И там еще стоит пианино. А, к слову, ну переходим, наверное, к следующему вопросу. Чему бы хотела научиться, не в профессиональном плане? Я бы хотела научиться играть на пианино. Это какая-то детская мечта. Я купила себе пианино в этом году, а потом я, как настоящая русская женщина, остановила, не нашла коня на скаку, остановила грузовик. И игра на пианино отложилась. Но сейчас мне почему-то лень просто это начинать. Надо найти преподавателя. Короче, этим надо заниматься. Пока что я это отложила. Но к этому хочу вернуться просто позже. Что ценишь больше всего в других людях? В других людях ценю ум и чувство юмора. Я не могу общаться с людьми без чувства юмора. Расскажи свой guilty pleasure. Я иногда смотрю каких-то странных блогеров на ютубе. Ну, там, прям таких маргинальных, я бы сказала, блогеров на ютубе, которые делают странные мукбанги, едят какую-то непонятную еду из Ашана. Там, знаете, там... Ну, в общем, не хочу указывать пальцем. Но вот люблю смотреть такой немножко трэш-контент на ютубе иногда. Что нравится в себе внешность? И что ценишь в себе качество? Не знаю, внешность... Лицо, наверное, мне нравится в целом. Вообще, я считаю, якутки красивые. Что ценю в себе? Ну, наверное, чувство юмора. То, что ценю в других людях, то я в себе ценю. А, про якучу просите рассказать. Я, кстати, рассказывала про эсэх. Это наш якутский Новый год. Он празднуется летом. И не рассказала про усохай. Мы танцуем и поём усохай. Это люди берутся за руки, ну, как в хороводе танцуют по кругу. Идут под ритм песни. Есть один запевала. Он поёт строчку. Как правило, это экспромт. Люди поют, ну, просто о том, о чём видят. Типа, вот мы там на эсэхе собрались и танцуем усохай. Ну, типа такого. Да, там, давайте возьмёмся за руки, молодые друзья, и будем танцевать усохай. Ну, типа такого, там, обычная. Let me speak from my heart полный. Сперва вот этот запевала поёт одну строчку. И, ну, вы под ритм этого пения идёте по кругу. А потом вы все хором за ним повторяете и тоже идёте по кругу. Ну, часто бывает, что этот ритм ускоряет, потом замедляет. Ну, вот я, возможно, вставлю сейчас вставочку с летнего эсэха. С Санкт-Петербурга или Москвы. Не знаю, посмотрю, что вставлю. Не знаю, посмотрю, что вставлю. Вот. Мы там поём и танцуем. Это вот такое, ну, традиционное тоже для нас занятие. Жалко, у меня не получилось снять. Там были прекрасные такие женщины, по-моему, из намского луса. И вот был сперва общий большой с Охой. Он был под запись, ну, и записали сперва, и через большую колонку проигрывали, потому что, ну, как бы ещё ноги этого запевал. А потом мы собрались, нас было человек шесть, может быть, ну, до десяти точно. Мы собрались в небольшой круг, и там одна вот женщина как раз пела, и мы повторяли за ней, и это было прям так вот. У меня было ощущение, что я вернулась в детство в деревню в Нюрбу, ну, в Антоновку. У меня там папа родился. Сейчас, наверное, это не так актуально, но у меня папа в детстве не говорил по-русски. Он из деревни, и нормально русский выучил, уже будучи студентом. Из-за этого у него было много... Ну, он говорил по-русски грамотно и писал грамотно. Единственное, что часто ударение неправильно ставил. Вы тут уже меня поправляли со словом «сердоликовая пыль». У нас просто сердолик, правильно говорить сердолик, надо запомнить. В детстве он был просто, валялся на земле около реки. Мы его собирали просто вот в песке. Ну, моя сестра говорит, что сейчас уже такого нет, его просто выбрали. Вот, но в целом, конечно, это интересно. И его просто все якуты называют сердолик. Ну, типа сердолик, сердолик. Я даже не знала, что он правильно называется сердолик. Хотя мой папа геолог. У нас в доме было очень много геологических книг про минералы. И даже была коллекция минералов в таких мешочках. Вот. Ну, это какой-то, не знаю, местечковый. Местечковая проблема, ну, вот, людей, которые изучили русский, будучи взрослыми. Я якутский знаю плохо, я его понимаю, в принципе, когда говорят, но родители нас учили говорить по-русски из таких каких-то, ну, не знаю, соображений, что нам потом получить образование, как бы жить и работать. Вот, поэтому по-якутски мы говорим плохо. Ну, моя старшая сестра говорит лучше. Я с братом просто, когда отправлялись в деревню, мы были вдвоём, и уже, ну, моя сестра старше просто, и когда её отправляли в деревню, она там была одна и была вынуждена говорить по-якутски. А мы с братом вдвоём гуляли, и нам нормально. Ну, мы просто с братом погодки. Вот. Хотя с якутским языком в моей семье есть байка. Я родилась в 88-м году, и в 89-м году проводилась последняя всесоюзная перепись населения. И к нам пришла переписчица в 89-м году. В начале года это было, там же обычно в январе, по-моему, в феврале проводится. Ну, мне было несколько месяцев, в общем. И она спрашивает у моих родителей, а ваша дочка говорит по-якутски? Вот. И, а мне там, ну, пара месяцев. И родители такие, нет, она вообще ещё никак не говорит. Она такая, ну, так и запишем, по-якутски не говорит. Вот. И они потом смеялись, что я так и не заговорила по-якутски. Так, мне нужна ватная палочка, потому что я нарисовала себе что-то кривое и страшное. Сейчас я приду. Ну, про традиции. У нас вот кузнечное дело таким священным делом считается, поэтому вот много украшений. Вот мои кашиники тут лежат, там все истерьги. Вот как раз этот круглый знак, он означает восход солнца. Это хоресхал такой. Ещё резьба по кости у нас распространена, костерезов много. Вот у меня есть серьги, есть ещё где-то брошка, но она в шкафу лежит. Это из бивня мамонта. Ну, в Якутии много мамонтов, жило когда-то, сейчас, понятно, они все умерли. И их кости добывают, и из них делают, ну, ножи, украшения, шкатулки, вообще не знаю, чего только они делают. Я вот у якутского мастера, ну, эта женщина, заказала. Она вот такие вот невероятные вещи пилит пилками для ногтей. Кот, не играй с моими волосами, пожалуйста. Просто и хулиган возмущается. Вот. Ну, резьба по кости прям отдельная тема. Если будете в Якутии, купите себе что-то из мамонта. Вы представляете, эта штука 20 тысяч лет назад бродила по земле, а сейчас она, в общем, в виде украшений. Я могу, я оставлю под видео ссылку на инстаграм мастера. У неё часто нет ничего в наличии, потому что она популярная достаточно. Ну, она хорошо просто делает. Но, может, у вас получится что-то купить, если вы захотите. Вот. Ну, я, кстати, у неё тоже заказывала уже, когда жила в Питере. Она мне почтой России отправляла посылку. Хотя, ну, на заказ долго ждать обычно, если... Ну, может быть, что-то в наличии будет. Ну, это никакая не реклама. Я просто от души рекомендую. Это здорово, красиво, очень необычно. И мастера классная. Я хочу поддерживать рублём всех. У меня вот много одежды от каких-то наших русских дизайнеров. Там Греча Стор, Амана Дресс. Амана – это девушка из Москвы. У меня от неё футболки с вязью. У меня от неё фартуки и платья с вышивкой. Пыльники. Греча Стор – это такие рубашки с вышивкой. У меня вот с мотыльком есть рубашка. С дубками. Тоже вот. Ну, это просто как бы женщины, которые делают бизнес. Вот где-то там, сидя в небольших городах в России. Невероятные. Просто от Country Textile у меня тоже много одежды. Так что нас покинула Зара, но в целом всё нормально. Ладно, рисуем дальше эту штуку. Я очень много болтаю. У меня сломался карандаш. Я думала, может быть, снять тег. Очень много информации о себе. Но посмотрела вопросы тега. И там такие вопросы, типа, твоя любимая музыкальная группа. У меня какой-то флешбек в детство, когда мы заполняли анкеты. В общем, у меня нет любимой музыкальной группы. И нет любимого актёра. И вообще я старая женщина и скучная. Ну, короче, там вопросы больше на какую-то молодёжь направленный. По-моему. Простите, если я кого-то обидела. Поэтому я решила, что я буду, как тот акым, что вижу, то пою. Про Якутию ещё просили рассказать. У нас шаманизм. Мы, правда, были, якуты были, ну, как сказать, приняли крещение, да, или якутов покрестили. Поэтому у нас у всех русские имена и фамилии. Меня зовут Мария Копылова, а не Алла Стуяра, да. Ну, у меня бабушка крещённая. У неё иконы стояли всегда. Мы всегда отмечали Пасху. Там день Святого Николая, Рождество. И вот православные праздники. Ну, в семье традиционно мы всё отмечали. Вот. И имена поэтому у тех, кто старше 30, у всех обычные. И фамилии тоже обычные. Так. Пытаюсь понять, что я тут нарисовала себе. А, с верованиями, да. По якутским верованиям мир состоит из трёх миров. Ну, вообще, цифра три во многих культурах священная. Люди живут в среднем мире, в срединном мире. Это там, где мы с вами живём. Есть ещё нижний мир, в нём живут злые духи Абаха. Есть верхний мир, в нём живут добрые боги и духи Аи. Ну, у якутов принято кормить лес. Когда приходишь, например, в лес, то разжигаешь костёр и в огонь бросаешь еду, чтобы, как бы, задобрить духов. Духов леса, духов всего. Ну, и такое вот язычество, оно совмещается со светской жизнью вполне неплохо. У нас ещё традиционно играют на Варгане. Это по-якутски называется хамус. Я даже притащила, у меня он тоже есть. У нас в детстве был тоже хамус в доме. Но это не он. Я просто себе купила, недавно, года, пару лет назад ездила в Якутию, купила. Варган есть во многих культурах. У немцев есть варган. На Алтае есть варган. У русских тоже, кстати, был варган. Я ездила этим летом в Великий Новгород. Там есть Кремль, Софийский собор. И сейчас на территории Кремля открыт музей. И вот там как раз тоже есть варганы. Ну, то есть в России они были в ходу в X веке. Сейчас, ну, в Якутии они просто сохранились до современности. В таком широком использовании достаточно. Ну, а в России про этот инструмент забыли. Он сейчас есть только в каких-то выставках и музеях, да? Ну, и какие-то энтузиасты, может быть, играют. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, я на самом деле не умею играть на варгане. Вернее, я очень базовые какие-то вещи умею на нем делать. Так что я порвала себе губу. Если вам интересно про варан, я вам советую посмотреть Алену Утой. Ну, это ее псевдоним. Ее зовут Алена Подлужная. Она украинка этнически, но она росла в Якутии. И она очень здорово играет. Участвовала в British Got Talent. Сейчас современная якутская игра на хамусе подразумевает подражание звуком птиц, волков, лошадей и всего прочего. По-моему, в 90-е годы хамус Уйбан и Альбина Дегтярева вот как раз якутский стиль игры на хамусе подняли на новый уровень, добавив разные современные техники. И вот Алена, это замечательный исполнитель. Тоже у нее есть канал на ютубе. Я оставлю ссылку, если хотите, посмотрите. Там до мастерства нормальных виртуозов, не знаю, пешком до луны. Но я просто взяла пару уроков, чтобы просто базовые какие-то умения иметь, потому что у меня есть хамус дома. Я нарисовала какие-то кривые штучки. Надо продолжать краситься, потому что время уже... Время бежит. Вы, наверное, не ожидали, что я сейчас достану хамус и буду играть. А я достала. Удивила вас, наверное, да? Ладно. Про Якутию. Я уже говорила про мамонтов. Их у нас было много. И у нас, ну, правда, можно купить мамонтовую кость, просто зайти в магазин сувениров или ювелирный какой-нибудь, и там купить. У них есть сертификаты. Это, в общем, так общепринято. У многих есть штучки из мамонта. А про мамонта есть городская легенда. Есть такой юкагирский мамонт. У него хорошо сохранились мягкие ткани головы. Хобота только нет. Но вот здесь кожа, вот все сохранилось. История... Так, сейчас я буду что-то пытаться докрасить. Не знаю, мне сложно говорить и краситься. Шуба вообще не крашусь и просто болтаю, да? Видео назову «Не крашусь и болтаю». Я еще воды себе принесла, чтобы не сипнуть. Есть такая городская легенда. Я ее читала в интернете на самом деле. Не знаю, насколько это правда. Есть такой вот юкагирский мамонт. Его нашли возле деревни, речки Юкагир. Я знаю, что есть такая малая национальность. Якутия просто очень большая и сложно мне с географией ее разобраться. Меня, возможно, кто-нибудь поправит в комментариях. Жил... Был якутский мужик. Он жил где-то в Якутской Перде. Ну, далеко. Вот. И однажды его дети гуляли там вдоль реки Юкагирки. Наверное, это речка все-таки. И собаки тут что-то почуяли и побежали. Ну, дети подбежали и увидели там останки. Вот. И побежали к отцу. И отец пришел на это место и понял, что там подтаял ледник. И из ледника вылезла голова мамонта в таком хорошем сохранном состоянии. Вот. Он... Мужчина оказался образованный. Он эту голову прикопал так, чтобы она сильно там не разлагалась дальше. И помчался в Якутск. Вот. И сообщил там, что он нашел эту голову. Встретил он, значит, француза какого-то. И француз у него эту голову купил. Они вдвоем помчались обратно в тайгу. Выкупали, значит, из ледника эту голову. Правда, голову пришлось отрубить. Потому что больше они выкупать не могли. Француз погрузил эту голову там в какой-то некий рефрижератор и помчался в Якутск обмывать покупку. И напился. На радостях просто. И документы разрешительные оформил. Ну, видимо, это было не совсем законно. Потому что, по идее, такое нельзя вывозить из страны. Вот. И забыл папку с документами в такси. А таксист оказался ответственный гражданин. Нашел эту папку. Хотел вернуть французу. Но потом понял, что дело пахнет жареным. И пошел в ФСБ. Вот. А ФСБ голову у француза экспроприировало. Отобрали, в общем. И поместили эту голову в какой-то наш институт мерзлотоведения. Вот. Институт мерзлотоведения голову сперва принял. А потом в какой-то момент такой, в смысле, у нас в подвале теперь лежит эта голова, которая неизвестно сколько стоит. Огромных денег. Ну, это считалось уникальной находкой. Вот. С сохранением кожных покровов. Целая голова. У нас тут одна бабушка на проходной сидит. Вместе с кошкой охраняет. Как бы заберите свою голову. В общем, перенесли голову в Яку. Как раз там ей оборудовали некоторый холодильник. Потому что говорят, что она там воняла ужасно. Отдали, в общем, эту голову потом в Моисе и Мамонта. Наш якутский. И она ездила на гастроли в Японию. И японские ученые там по соглашению с Якутией пытались ДНК извлечь целое. Ну, не получилось. Вот. Ну, а где-то, значит, в тундре до сих пор в леднике валяется целый мамонт. Ну, его вроде пытались искать, но нашли какие-то ноги. Ну, вот. А там пытались найти... Ну, это вроде самец. Ну, пытались найти его половые органы. Ну, в смысле, типа, семя мамонта. Короче, я уже говорю про семя мамонта. Это, наверное, второй неожиданный момент в видео. Вот. Чтобы воссоздать ДНК. Но не получилось у него. Они только ноги нашли, короче. Я не знаю, правда про француза или нет. В английских источниках есть упоминание некоторого французского гражданина, который там участвовал, ну, как будто бы официально в поисковой этой экспедиции и вытаскивание мамонта из льда. А вот другой источник говорит, что он там незаконно пытался вывезти этого мамонта, и у него отобрали там, благодаря таксисту. Это происходило в 2002 году. Такая вот история про мамонтов. Полукриминальная. Что еще у нас такого необычного в Якутии? У нас в Якутии вечная мерзлота. Это если ковырять землю вниз, то там будет, ну, через несколько метров там плодородной почвы, там будет, ну, или не очень плодородной, там будет ледник, который не тает никогда. Именно поэтому у нас все дома на сваях. На сваях они не для того, чтобы не было холодно в доме. В доме-то холодно не будет. Дом, в принципе, достаточно, ну, хорошо тепло держится, если его там отапливать и так далее. Это сделано для того, чтобы не таяла вечная мерзлота. Ну, я имею в виду сваи, да, этот способ постройки был разработан в Советском Союзе, в какие годы я сейчас не помню. Но если установить дом прямо на землю, фундамент, то вечная мерзлота вот эта под домом начнет подтаивать от тепла дома. И, соответственно, тает-то она неравномерно, и это рано или поздно приведет к тому, что дом перекосит, ну, или рано или поздно он обвалится. Поэтому у нас дома строят на сваях. Сваи где-то размером с один этаж. Потом в жилых домах часто еще идет, целый этаж занимает техэтаж, там трубы. Ну, больше отопления нужно в таких холодных условиях. И, в общем, первый этаж жилой у нас на высоте третьего этажа, если брать вот дома, как в Москве или в Питере. Ну, такая вот особенность. И идешь иногда летом по якутску, и тебе из-под домов поддувает холодный воздух. Потому что, как правило, вот эти сваи их обшивают по бокам, сайдингом чем-нибудь. Ну, просто, чтобы не было их видно, это не очень эстетично. Но там, как правило, есть какие-то разломы, и тебе иногда вот дует откуда-то из-под дома. Ну, и вообще у нас вот можно пройти под дом. Такое вот, когда я была маленькая, рядом с нашей школой под домом стоял извращенец и мастурбировал. Ну, в общем, такие вот особенности местного колорита. Извращенцы могут прятаться под дом. Ну, там еще, не знаю, дети иногда бегают. Но в целом пытаются закрывать, чтобы там никто не бегал. Сейчас такого нет. Зачем я рассказываю про игутских извращенцев? Ну, ладно. Просто вспомнила. Ну, я сама под домами редко лазила. Вот извращенцы помню. Что у нас еще такое необычное? Ну, да, погода, холодно очень. Воздух сухой. У большинства людей хронические бронхиты какие-нибудь. Астмы образуются со временем. Ну, потому что воздух сухой и очень холодный. Минимальная температура, при которой когда-либо я находилась, это минус 54 градуса. Я училась в 11 классе. И у нас, как у всех, есть актированные дни. Это когда слишком низкая температура, дети в школу не ходят. Вот. 11 классы не ходят при минус 52. Десятые при минус 50 не ходят. Ну, по крайней мере, такие нормы были, когда я училась в школе. Я просыпаюсь однажды утром на улице минус 51. Мне не хватило одного градуса, чтобы не пойти в школу. Вот. Ну, я же честный человек. Я пошла в школу. Пошла в школу, а температура упала до минус 54, пока мы сидели в школе. Это было обидно. Ну, как переживать? Нормально переживать. Там люди все-таки по-другому одеваются. Носят женщины в основном шубы, шапки меховые. Две пары ритуз. Колготки шерстяные. Такая очень загадочная дама, получается, во всем этом. Очертания ног слегка угадываются под тремя ритузами. Унты обязательно. Это из шкуры оленя пошитые такие. Такая обувь с войлочной подошвой, как правило, сейчас делают. Расшита бисером. Наверное, плохой из меня рассказчик про Якутию. Рассказал про извращенцев, да? Ну, на самом деле их немного. Это был единственный извращенец. Ну, почему-то просто рядом с моей школой обитал. А еще рядом с моей школой был, ну, вернее, и есть скелет гренландского кита. Он там под навесом стоит, собранный. Его там в 80-е годы собрали, и он там до сих пор стоит. Навес только чинили несколько раз. Никогда практически не рисую четкую линию вот здесь. Мне кажется, оно не идет. Сегодня я почему-то решила это сделать. И из-за того, что я болтаю, у меня это все очень долго выходит. Так, мне кажется, надо взять ватную палочку и подрезать это дело, а потом консилером немножко пройтись. У меня мицеллярка от Сэравэ заканчивается уже. Хорошая мицеллярка, мне понравилась. Она ничем не пахнет и не раздражает глаза, если смывать за глаз косметику. Я в основном умываюсь гидрофильным маслом. Но мицеллярка мне тоже иногда нужна, чтобы там слизистый как-то протереть дополнительно. В общем, на скошенную кисть набираю черный свой оттенок и буду тут вот. Пройдусь по нижнему веку. В моей семье еще история с именами интересная. У нас... У меня старшую сестру назвали в честь матери... В честь матери отца. И когда родилась я, вторая дочка, меня должны были назвать в честь матери... Ну, маму моей мамы, да, бабушки по материнской линии. Вот. А ее зовут Марфа. Вот. Меня зовут Маша. Бабушка сама прибежала в последний момент. Сказала, что Марфа – это имя для старушки. И пускай будет Мария, похоже на Марфу. Вот. Я в детстве думала, слава богу, я не Марфа. Ну, а сейчас думаю, блин, ну, на самом деле было бы прикольно, если бы меня звали Марфой. У меня было бы необычное имя. Ну, имя и имя. Я никогда не думала о его смене. Вот. И фамилия у меня тоже могла бы быть другая. У меня фамилия Копылова. Так мой канал и называется. Копылова. Мария Копылова. Я не смогла ничего придумать. Это фамилия моего деда по отцу. Но он взял фамилию отчима, который его воспитал. Его фамилия была Давыдов. Поэтому где-то в параллельной вселенной меня могли бы звать Марфа Давыдова, а не Мария Копылова. Звучит интересно, мне кажется, Марфа Давыдова. Даже как эта героиня романа Дарья Донцовой просто. И в лампе Романова, и Марфа Давыдова, и в следствии Виль. Тонкой кистью делаю более четкую эту границу. Еще консилер поставлю сейчас. И продляю на нижнее веко эту линию. Не знаю, я, наверное, все о себе рассказала. Что хотела. Что еще можно рассказать? А, не показала, чем я крашусь. Это палетка Наташа Динона Мини Ксенон с черным оттенком. И глэм вот с этим вот оттенком Блэнд. Вот, хочется мне сделать такой какой-то гламурный лисий макияж. Но мне не получается вот внутренний уголок темным подводить, потому что где там эпикантус, и это все выглядит как как-то грязно очень. Не рисую я себе внутренний уголок, поэтому мы обойдемся только внешним. Вот, карандаш, в принципе, можно было бы не использовать, потому что нормально ложится этот черный из мини-ксена. Но с карандашом, конечно, будет более стойкий вариант. На нижнее веко забыл его внести. Ну и бог с тобой. Это я на самом деле сижу с утра перед рабочим днем, но видео хочу выложить 31-го. Надо ускоряться. Я себе нарисовала вот эти такие раскосые треугольники якудзы. Возьму Plain Jane и вот этот голубой оттенок ACI-8. Кажется, я упомянула аварию. Наверное, это тоже вызовет вопросы. Да, в начале года я переходила дорогу на зеленый свет и поворачивал грузовик и сбил меня. Но он задел меня только по касательной, чего мне, в принципе, хватило, чтобы сломать три евра и ключицу. Мне в ключицу вставили титановую пластину. Вот. Но сейчас уже все это срослось. Пластину я буду вынимать через годик. Сейчас завели уголовное дело, потому что признали тяжкий вред здоровью. Водитель уехал в Узбекистан на родину. Он и с места ДТП уехал. Они ко мне подошли, разбили меня. Он был еще с каким-то парнем. Двое их было. Вот. И такой типа по ногам не проехал, по ногам не проехал. Я такая, это ты меня сбил. В общем, сфотографировала их. Пыталась машину сфоткать, машина не смогла сфоткать. Там была девушка прохожая, молоденькая, она вызвала скорую. Ну, в общем, полежала я месяцок в больнице в начале года. Но я рассказываю это не для того, чтобы как-то пожаловаться. Для меня это событие было трансформирующим, что ли. Я как-то стала после этого активнее. Я стала больше знакомиться с людьми и там куда-то ездить. И вообще многие вещи переосмыслила. И во всем этом экспириенсе я встретила гораздо больше добра, чем зла. Ну, да, мне не повезло, меня сбили на бесшиводном переходе, но начиная вот от той девушки, которая вызвала скорую, до вот фельдшера, который приехал и успокоил меня, до врачей, которые мне делали операцию, до следователей, которые искали этого водителя, они его нашли, ГИБДД, до следователя в главном следственном управлении. Просто все эти люди, мои коллеги, мой начальник, его жена, люди с моей работы, все, все мне просто помогали, предлагали помощь и проявляли доброту. И, в общем, мир, мир прекрасен и жизнь прекрасна в целом. Если иногда от кое-чего абстрагироваться, и я еще, правда, ходила к психологу, но вот это событие как-то меня сделало лучше. Я теперь улучшенная версия себя с титановой запчастью. Так что, ну, буду судиться, правда, сейчас с владельцем машины, наверное, потому что судиться с гражданином Узбекистана сложно, а его нет в стране. Я присмотрела себе адвоката, буду подавать иск. А уголовное дело сейчас на следствии. Они как раз мне недавно прислали бумажку, что следствие по делу продлили до февраля. Что-то, видно, не успевают. Так что, такие новости. Во-первых, капюшоны – зло. Во-вторых, носите светотражающую одежду. В-третьих, внимательно смотрите по сторонам, несмотря на то, что разрешающий сигнал светофора. В-четвертых, всем здоровья. я считаю себя удачливой. Я не оставила там ни жизнь, ни там конечности какие-то. Все это прошло практически уже прошло. Все бесследно. Ну, конечно, какие-то следы остались, типа там, шрамов, но ничего. Надо ценить жизнь и мир в том виде, в котором они есть. Пробила меня на философию. Так, наношу я, короче, блестяшку на все века. Выглядит интересно. Так я еще не красилась. Поднослаю блестяшку посильнее. Так. У меня друзья на фотошопе или всяких Маша Робокоп и прочих штук. Ну, непосредственно, конечно, в момент операции было больно. Мне ставили тромодол. Это опиатное обезболивающее после операции. И все равно я не могла спать двое суток, наверное, от боли. А из-за сломанных ребер еще сложно кашлять, сложно чихать, нельзя смеяться, можно только пукать. Все остальное больно. Ну, где-то месяц, было тяжело. А потом, ну, после операции, наверное, через неделю стало сильно легче у меня, потому что смещение было осколков, и они сильно болели. Ну, кости вокруг и ткани, ну, в смысле, не кости, кости не болят, в них нет рецепторов никаких, ткани вокруг болели из-за сломанной кости. Вот. Еще я познакомилась со Светланой, она сломала таз, мы лежали в одной палате, и она мне подарила ожерелье жемчужное, потому что я помогала ей, пока болела. Ну, я была ходячей, наверное, единственная во всем отделении, потому что там в основном лежачие, больные, с подвязанной рукой, но ходила, вот, поэтому я там таскала людям воду, еду, там что-то, вот, и она почему-то так прониклась, мы с ней до сих пор общаемся, вот, и она осенью позвала меня на выставку фотографов, мы сходили, и она такая, вот, Маша, я вам так признательна, и вручила мне ожерелье из культивированного жемчуга, такое очень крупное, такой, интересное, ну, так она посчитала нужным, подарки надо принимать с радостью, что я хочу, я думаю, что мне нужно нанести что-то между вот этой блестяшкой и коричневяшкой, как вам слово коричневяшка, нравится? Мне нет, но я его зачем-то произнесла, ладно, это будет очень долгое видео, простите, наношу на стыки коричневое и коричневое затемнение матового и голубого вот этого спаркла, просто, чтобы здесь был такой более плавный переход. Я надеюсь, что вы под мою болтовню нарезали 10 килограмм салата, или, может быть, вы не стали их резать, но сделали какие-то дела, потому что я как-то не ожидала, что меня так понесет в такие долгие рассказы о себе, что я буду делать. Хочу во внутренний уголок нанести что-то сияющее, красивое. Возьму оттенок Angels, это Sparkle, из палетки Donessy Myrix, четвертая часть. Хочется просто чего-то блестящего, но светлого, светлее, чем голубой. А голубой сам по себе Sparkle и очень блестит. Так. Хороший, хороший цвет. Яркий, блестит все, что надо на Новый год. Будем оформлять лицо. Моя бессменная палетка от Pet. Оценок Divine Rose. Мне нравится трешка, но здесь очень темный хайлайтер. Он прям вот аж на какой-то желтой базе. Надо быть сильно смуглой. Я даже летом не могла им пользоваться. В общем, я беру розовый румяна отсюда. Я думаю, что мне оттенок Divine Rose нужно будет повторить, когда я его прикончу. в полном размере. Я просто хотела попробовать разные оттенки от Pet и потратить меньше денег при этом. Но вообще Pet без распродаж я брать не рекомендую. У нее скидки до 40% бывают. Брать только на распродажах. Я ни одну палетку от Pet за полную цены не купила. У меня какой-то cool hero мейкоп получился. Сейчас еще на нос бахну розовых румян и все. Но план был не в этом. О планах на следующий год. Кстати, вот что я хотела рассказать. Я в следующем году хочу начать ввести Project Pen. Включу туда тональный крем, пудру, бронзер, румяна. то, чем пользуюсь постоянно. И думаю, включать ли туда свои бюджетные расходники. Там средства для бровей какие-то, такие штуки. Или не стоит. Ну, мне просто интересно понаблюдать, как быстро они заканчиваются и сколько мне таких штук надо в год. Может быть, не выгоднее пользоваться какой-нибудь Анастасии Дайвотлихилес. Не знаю. Посмотрим. Они сухая. Майкер тоже из своей этой двушки. А, Сюда нет. Сюда хочет цветной. Купание чародейки. И возьмем отсюда голубой тенок несоверное счет. Что-то я как-то бронза не дотушевала, мне кажется. еще по проектам следующего года я хочу перейти на трет в уходе третинаин. Я купила себе индийский ретину А в базе в дозировке 0,025 процентов 25 тысячных. Если вы не знали, третинаин это особая форма витамина А. И в дозировке 0,1% при ежедневном применении есть доказанная эффективность, что он замедляет старение. У него такой выраженный анти-эйдж эффект. Важно упомянуть, что при использовании третинаина кожа становится реактивной, чувствительной, поэтому весь остальной уход, в том числе умывание, нужно подбирать под ретинол. Чтобы он не содержал каких-то спиртов, разных экстрактов растений, был простой и понятный состав. Также необходимо пользоваться SPF, потому что кожа становится более восприимчива к ультрафиолету. Ретинол наносится на ночь и вводит его с малыми дозировками, чтобы минимизировать побочные эффекты. Я еще пока не вводила его в уход, я подобрала себе все остальное, там умывалки, крем для лица сменила и буду снимать про это видео, как я ввожу трет в рутину. Это будет такой проект у меня на канале. Важно отметить, что я не дерматолог и плохо в этом разбираюсь. есть форум, на котором обсуждается рутина, космет-совет называется. Там, когда я буду рассказывать про свою рутину, я все ссылки оставлю на эти описания. Сейчас не буду, наверное, это делать. Вы будете онлайн наблюдать, как я пользуюсь третом, как я его ввожу, есть ли какой-то эффект, покажу свою кожу поближе, расскажу о своих каких-то проблемах, какие у меня есть. и в общем, либо я обрету вечную молодость, либо я обрету герматит. Так что, надеюсь, вы увидите. Просто это требует времени, чтобы начать вводить и снимать. Не в один день. В просьбе с макияжем все. Подведу сейчас верхнее веко коричневым карандашом гелевым. Так, что еще я не сделала? Я не нанесла помаду, тоже моя любимая помада от Huda Beauty в оттенке Хастла. Классная помада заканчивается. У меня губы сильно сохнут, особенно зимой. Да, они и летом сохнут. Вот, она хорошо увлажняет губы. Накрошу ресницы. У меня Lash Princess от Essence. Нормальная тушь. Тушка, тушь. Я просто пользуюсь накладными ресницами практически на ежедневной основе. Вернее, на ежедневной основе. Поэтому к туши у меня минимальные претензии. Надо убрать остатки белой базы с ресниц. Туда все равно попадает, чтобы цвет не разбился. Так, в принципе, ну и чтобы она не сыпалась мне под глаза. Не ходила пандой тут зимой. Наклею сейчас ресницы. Буду уже возвращаться с готовым макияжем. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было вам интересным. Я еще добавила внешнюю слизистую бежевый карандаш и немножечко внешнюю границу подтушевала на верхнем веке вот здесь снаружи. Так, в принципе, макияж больше не правило, только ресницы наклеила. Спасибо вам большое, что были со мной в этом году. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующем году. С наступающим! С Новым Годом!